МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Вначале, наверное, надо будет представить зрителям наших участников сегодняшней программы. Веселка Кирякова, продюсер проекта. Здравствуйте! Артист театра и кино Михаила Просимов и исполнитель главной роли в этом фильме. Рядом с ним Кюнинэй Филиппова, переводчик. Степана Бурнашова, наверное, многие уже знают, он режиссер. Но в этом фильме он выступает вторым ассистентом режиссера. И Эммануэла Димитрова, скрипта. Георгий Скерлев, линейный продюсер этого проекта. Здравствуйте! Ну, начнем, наверное, с того, что почему выбрали нашу республику для этих съемок и какие страны были привлечены в этот международный проект. Итак, мои первые вопросы будут быть, какие страны были involved в этой съемок и почему вы выбрали эту республику? Итак, это со-продукция между България, Францией и Германии. И это поддержка от България Национальный Фильм Центр, Францовский Фильм Центр, Германии Фильм Центр и ЗДФ Арте Телевизион. Ну, наш проект производится совместно странами Българии, Германии, Франции при поддержке центров кино этих стран, а также компаний ЗДФ. И по поводу выбора мы приезжали сюда в прошлом году, просмотрели локации, нам все очень понравилось, и поэтому было принято решение снимать фильм здесь. Как возникла идея создания этого фильма, идея самого сценария? Кто же автор всего этого? Ну, идея фильма принадлежит режиссеру непосредственно, Милко Лазарову, который сегодня, к сожалению, не смог присутствовать, потому что буквально вчера в Мирном они отсняли последний кадр. Ну, идея снять такой фильм возникла у Милко Лазарова после встречи, с одним известным болгарским антропологом. После этого, собственно, появилась эта идея, и сценарий был написан самим режиссером в сотрудничестве с еще другими болгарскими сценаристами. Как-то связан ли этот проект с фильмом, документальным фильмом, который был снят в первом десятилетии 20 века, «Нанук» из севера? Да, конечно, есть связь, потому что то рабочее название «Нанук», которое мы сейчас используем, этого своего рода дань уважения тому самому фильму «Нанук» с севера, о котором вы говорите. Ну, и что означает «Нанук»? Это имя человека? So what does «Нанук» mean? Is it a name of a person? Yes. This is the name of our main role. Это имя главного персонажа. Картина эта – рассказ о жизни «Нанука» Медведя, его семье и маленькой группе последователей Инти Ви Муит, зова надежды и счастья жителях севера Унгавы. Благодаря их доброте, верности и терпению этот фильм был создан. Это «Нанук». «Нанук» «Али» «Нила» Субтитры создавал DimaTorzok Куня Субтитры создавал DimaTorzok Они вот в прошлом году приезжали, выбрали локации, да, и, наверное, уже занялись подборкой актеров, да, команды с якутской стороны И сейчас вот они отработали два месяца, да, а с якутскими кинематографистами как они связались, как это все происходило Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы, конечно, работали через наших делегированных, привлеченных продюсеров Это Любовь Борисова, Alux Studio и Сардана Савин И, собственно, они, эти две девушки и Степан Бурнашов Были нашими руками, глазами при подборе актеров, при выборе локаций, при подготовке вообще всего процесса и при наборе, собственно, съемочной команды И сколько людей вы работали в вашей съемочной группе? Большая ли была группа? Да В нашем проекте работали 58 человек В Бериновске 58 человек Какая часть приехала, какая часть была отсюда привлечена? В Болгарии приехали 13 человек из Болгарии И один из Германии И другой человек из Болгарии В общем, из этих 58 человек 13 человек приехали из Болгарии Один из Германии И, собственно, все остальные были Из местной команды Твои из Германии Наш сет-дизайнер тоже живет Он монголиан, но он живет в Германии На самом деле даже двое членов съемочной группы было из Германии Один из них Манн Голну, который проживает в Германии, наш художник-постановщик Их в Крым Их в Германии Садана Мермет Почему Мермет? Садана Мермет Садана Очень красиво, очень вкусно, и я на дороге, но это не означает, что мы не должны попытаться быть на правильном направлении. Посмотрите на этот автомобиль, это на моем ноге, это на правильном направлении, это на правильном направлении. Я думаю, что я очень рад. На Урале. Что ты делаешь? Что ты делаешь здесь? Мы снимаем фильм. Какой фильм? Титул работают на нанук. И история про... И история про жизнь в Норде. И где мы сейчас? Мы на реке Лена, в Якутии. Ага. В ближайшем Лена Пиверс. Отличное место. Очень интересно. Топа, сделай фотографии. Ага. Что ты делаешь? Ничего не делаю. Как вы, ребята? Хорошо. Придти хорошо. Придти хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Отлично. Нормально. Нормально. Наверное. Хорошо. Известно. Как вы думаете сегодня? Это очень красивый день. И подмечатывания будут очень красивые. Они будут очень хорошие. На счетах. Все будет хорошо. Подборка актеров. Это было все выбрали режиссера, Милко Азаров. Мы сделали несколько castings. И я помню очень четко, что когда Михаил приехал на встречу, Милко, почти в тот момент, он уже знал, что это был главный актер. Он увидел это в первом моменте. По поводу castings мы проводили несколько. И актеров отбирал непосредственно сам режиссер Милко Азаров. И я помню, когда состоялась их первая встреча, когда Михаил Михайлович пришел на встречу с Милко, практически сразу в тот же момент Милко пришел к выводу, что именно Михаил Михайлович будет играть главную роль в этом фильме. Михаил Михайлович, как прошли съемки? И близок ли тот образ, тот типаж вашего персонажа вам? Объявили castings, но я прочитал показе это по телевизору, слышал. Потом, ну ладно, артисты уйма, мне зачем не надо так? И отпуск, поехал в деревню отдыхать. В это время мне Сардана Савина звонит. Ты где? Я в деревне. Тут кастинге, переходи, пожалуйста. Ну, у меня некогда, я на стенокосу работаю. Потом по какой-то надуманности я приехал в город, и в это время тоже Сардана звонит. Ну ладно, я четыре часа буду. Вот. Вспомнил, надо кастинге четыре часа. Пришел, зашел, ну сидит, красивый мужчина с бородами, у него красавица сидит. Ну, сказали, как имя, сколько лет тому прочее, какая профессия, я бы все рассказал. Потом, почитай монолог. Я взял-то, почитал самый трагический монолог. Потом, ой-ой, так не пойдет говорить. Ну, ладно, поговорили. Потом на улицу вышли, говорят, походи. Ну, я туда-сюда походил. Бегай, говорят. Я бегал. Ну, ладно, спасибо. Ну, потом, после Нового года Сардана звонит. Михаил, тебя отведили на главный ролл этого фильма. Я удивился, как меня? Ну, потом подумал. Потом Милка два раза из Болгарии позвонил. Давай, я тебя выбрал. Я тебя надеюсь. Ты не провали мои надежды, согласайся. Ну, ладно, я согласился. Ну, вот прилетели, подписали, снимали. Ну, конечно, очень трудно, оказывается, это кино. Например, у меня 66 лет, 66 лет, 4 недели, попробуй по 7 до 8 бегать по снегу. Тут сердце не ослабился. Ну, придется. А раз договорились, надо выполнять. Ну, вот, 35 дней я выдержал и выполнил свою миссию. Ну, какие вот сами кинематографисты на съемочной площадке? Они требовательные? Нет. Как к актеру относятся? Они очень мягкие, они очень добрые. Я в тот раз нечаянно отрезал палец. Порезал палец. Нечаянно на съемку. Вот у меня кроп идет, и вся команда бежит ко мне. Кто бинтами, кто салпетками, кто лекарствами. И забинтовали. И объявили, сегодня, сегодня заканчивается. Ну, я пришел домой. Я говорю, как это будет играть бинтами? Забинтованно пальцем. Ага. Я подумал, подумал. Взял клей БП-2 и заклеил это. Ну, оттуда не видно, оттуда клей. Ну, вот неделю ходил, все прошло. Кроме Михаила Михайловича, кого мы еще увидим в этой картине? Какие еще артисты задействованы? Кто else we are going to see other actors playing in this film? Second main role is Феодосия Иванова. We saw her in the якутian movie Bonfire. Исполнительница второй главной роли женской – это Феодосия Даниловна Иванова. Возможно, вы видели ее в нашем якутском фильме «Костер на ветру». Галина Тихонова и Сергей Егоров. А также роль исполняют Галина Тихонова и Сергей Егоров. And Афанасий Калаев. А также еще Афанасий Калаев. Где еще будут проходить съемки? География какая у этого фильма? Только в Якутии? Или где-то еще будут сниматься фильмы? Таким образом, сниматься фильмом только в Якутии или где-то другом? Филмирование. Для сейчас только в Якутии, но в фильме мы не предполагаем, что это в Якутии. Это где-то в центре. Ну, на данный момент все съемки только в Якутии. Больше нигде. Но причем в фильме не будет указано конкретно место, действие или время. Это просто где-то на севере. Это придуманный мир, придуманная страна, да? Да, это концепция места какого-то. Степан, ну, если ты всегда был на площадке главным, всегда режиссировал свои фильмы, то здесь ты выступаешь вторым ассистентом режиссера. Расскажи, пожалуйста, вообще о твоих коллегах-кинематографистах. Как шла работа? Насколько вы друг друга понимали? Были ли какие-то сложности, да? Было очень интересно. Второй режиссер работает именно с актерами. И я вот очень тесно работал со всеми. Режиссер, что хочет режиссер от актеров, я выполнял. Общался с актерами все время. Также с оператором, с Эммануэлой. Ну, со всеми, да? Потому что, опять же, вот, то, что у актера волосы так и так далее, не говорила Эммануэлла, а то, что там движение, что говорят режиссер. Также с первым ассистентом режиссера, да, Эмиль Герничаров. Ну, было интересно. Сперва немножко было стиль режиссера совсем другой. Но в течение времени мы очень быстро уже начали друг друга понимать. Совсем. Я даже начал понимать болгарский. Ну, а кто еще из якутских кинематографистов был задействован в этом фильме? У нас было много. Много было художников. Сарглан, Стика Крябина, Сергей Слепцов, Ильи Асуздалова, Анатолий Терилин, еще кто был. Ну, много там. Многие-многие наши кинематографисты. Прокорпе Иванов был. Георгий, Эммануэлла, скажите, пожалуйста, трудно ли было работать с нашими кинематографистами якутскими, либо с ними легко было найти общий язык? И их профессиональный уровень какой? Ну, изначально, конечно, нам было сложновато, потому что, во-первых, присутствовал языковой барьер. Но уже через буквально пару дней мы абсолютно сработались, никаких трудностей особых не было. И сейчас мы можем сказать, что одна большая семья. Эммануэлла? И, конечно, я уже сказал, как он выучил болгарский язык, так, собственно, я уже могу сказать, что я говорю практически на русском. То есть сначала было сложно тоже объяснять, потому что нужно объяснять детали мельчайшие. Но под конец мы уже понимали друг друга полуслова, со всей командой. И никаких трудностей абсолютно не было. И еще один важный момент – это то, что мы взаимно друг друга обогащали. То есть мы узнали очень много, и ваши кинематографисты тоже. Мы, скажем так, обменялись опытом, и это нас сблизило. Мы забыли самого главного героя. Там собака была. Гектор. Очень хорошая собака. Все полюбились этой собакой. Но сперва собака задание точно выполнила. Потом это 50 человек все равно ласк, что-то кормят, и привык все. Идет, идет, и к оператору идет, и нюхает оператора. То есть в какой-то момент он почувствовал себя звездой, и все. Какую еще живность можно увидеть в этом фильме? What other animals we can see in that film? Олени. We have dears. Fox, black fox. У нас были там олени. Пистей. Была чернобурка. Настоящая. Да, чернобурка настоящая, живая. Царясь. Пистей. Рыба. Кюней, ты весь этот период, вот эти два месяца была с нами рядом на съемочной площадке, ты изнутри это все видела, тебе приходилось и переводить, и везде быть посредственником, и помогать всем, чем можешь. Ну, и твои впечатления. Для меня это первый опыт участия вообще, в принципе, на съемках какого-либо фильма. И я хочу сказать, что я просто влюбилась в этот процесс. Действительно, это настолько захватывающе, это настолько интересно. Это каждый день ты идешь на эту работу, как на праздник. Вот серьезно. Кино, это же все-таки кино. Это сказка. Даже мы увидим этот фильм на большом экране, когда же у зрителей будет такая возможность. So when we will see this film released, when the audience will have a chance to see it? We are now starting the post-production process, and it's a very long process, so I think maybe next year the movie will be released. Ну, сейчас, собственно, начинается у нас стадия пост-продакшена, и это займет, конечно, достаточно долгое время, поэтому я надеюсь, что в следующем году мы уже увидим этот фильм. Спасибо, что все-таки уделили время, пришли к нам в гости в студию, рассказали о своем проекте, о том, как шла работа. Я хотела бы пожелать вам удачного окончания этого проекта, чтобы мы конечный результат смогли все-таки увидеть с большого экрана и оценить. Но на этом наша программа завершается. Мы желаем нашим зрителям смотреть только хорошее кино.